Киев введет должность ответственного по Венгрии. В ближайшее время Киев и Будапешт примут ряд решения для урегулирования спорных вопросов по дипломатам. На следующей неделе Венгрия изменит формулировку названия должности правительственного уполномоченного по Закарпатью, после чего в Министерстве иностранных дел Украины введут схожую должность. Об этом сообщил глава МИД Украины Павел Климкин по итогам встречи с венгерским коллегой Петером Сиярта, состоявшейся в Варшаве в среду 24 октября, передает Интерфакс Украина. Решение будет на следующей неделе, оно будет опубликовано в соответствующих венгерских источниках. «Мы договорились, что после изменения названия его публикации, мы в нашем министерстве сделаем не совсем соответствующую, но должность, которая будет покрывать трансграничное сотрудничество», — сказал Климкин. По словам украинского министра, в ближайшее время будут проведены двусторонние межгосударственные консультации по этому вопросу. Климкин добавил, что также в Будапеште пройдут комплексные консульские консультации. «Сейчас определяем даты. Нашу делегацию будет возглавлять директор консульского департамента, в нее также должны быть включены представители других министерств», — уточнил министр. При этом Климкин подчеркнул, что Украина не позволит нарушать Венскую конвенцию о консульских сношениях, равно как и украинское законодательство на своей территории. Ранее уже сообщалось, что венгерская сторона в ближайшее время изменит название должности уполномоченного министра по Закарпатью, но не изменит его функции. Напомним, 4 октября послу Венгрии в Украине Ирнакешкине вручили ноту с информацией, что венгерский консул в городе Берегово объявлен персоной нон-грата и должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов. Пусть же Венгрия пошла на зеркальные меры и заявила о высылке консула Украины. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал и ичтите пиастими Корреспондент.нет по материалам сайта Ньюсгроком. Субтитры создавал DimaTorzok